Здравствуйте, меня зовут Мариом Тубар. Я студентка 5 курса ФФМ МГО отделения фармации. И сегодня я хотела бы обсудить с вами один очень важный биофармацевтический фактор. То есть фармацевтический фактор, который влияет на биологическое действие лекарственного препарата. Но для начала я хотела бы рассказать вам одну историю. У меня заболело горло, и врач мне прописала полоскать горло раствором фруцелина. Я сходила в аптеку и купила себе пачку таблеток для приготовления раствора для наружного применения. Назовем это фруцелин-1. Затем пачка у меня, соответственно, закончилась, и мне пришлось покупать новую пачку. Я вновь сходила в аптеку и купила фруцелин-2. И каково же было мое удивление, когда мне не удалось приготовить так же просто раствор для полоскания ртовой полости. Давайте посмотрим, как растворялись фруцелина. В общем, при сравнении разница очевидна. Но почему? Это же два абсолютно одинаковых фруцелина. В чем подвох? Дело в том, что у них разный набор вспомогательных веществ. Давайте посмотрим. Фруцелин номер один. Действующее вещество нитрофурал, фруцелин 20 миллиграммов. И перечисляем вспомогательные вещества. Винная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, натрия хлорид, макрофлум 20 тысяч и повидон 525. Посмотрим теперь набор вспомогательных веществ у фруцелина 2, натрия хлорид. И возникает такой вопрос. Зачем фруцелину 1 столько разных вспомогательных веществ? Давайте разберемся по порядку. Из школьной химии мы знаем, что винная кислота это такая органическая кислота. А натрия гидрокарбоната это основание. Соответственно между кислотой и основанием проходит реакция обмена. Соответственно образуется соль винной кислоты и образуется H2CO3. То есть угольная кислота, которая в водной среде у нас неустойчива и в связи с этим она разлагается до H2O и CO2. Собственно выделение углекислого газа в этой реакции и создает эффект шипучести таблетки. Следующий у нас кандидат на обсуждение это поливенилпералидон или повидон. Что такое повидон? Повидон это дезинтегрант. Дезинтегранты это такие вещества в таблетках, которые улучшают ее распадаемость. Логично, что таблетка попавшая в организм должна уметь распадаться. Она должна это делать быстро и качественно. Соответственно повидон, вот он дезинтегрант, он улучшает распадаемость. Но каким образом? Представьте, что в таблетке есть маленькие такие вкрапления губки, именно материалы такого губчатого, которые распределены вот по всей таблетке. И соответственно при контакте с водой губка набухает и увеличивается в размере. Соответственно все эти маленькие вкрапления набухают, увеличиваются в размере и давят на таблетку изнутри. И заставляют ее распасться на части. Соответственно повидон делает ровно то же самое. Это такой полимер, который может набухать в воде. И при контакте с водой он так же как и губка набирает в себя воду, набухает и разрывает таблетку изнутри. Макроглоб или полиэтиленгликоль на самом-то деле. Это тоже полимер, который умеет набухать. И также играет роль дезинтегранта в таблетке. И следующее последнее вспомогательное вещество это натриохлорид. Зачем нам нужен натриохлорид? Скорее всего это дополнитель в таблетках. Дело в том, что таблетки должны помещаться в определенный диапазон размеров. Потому что нам удобно принимать не очень большие и не очень маленькие таблетки. Соответственно, чтобы достичь какого-то определенного размера, ну скорее определенной массы, добавляет натриохлорид как наполнитель. То есть в данном случае мы можем сделать вывод, что вспомогательные вещества помогают нам определить скорость образования раствора. Скорость получения раствора и в целом удобство использования той или иной лекарственной формы. И можно сказать, что в данном случае ошибка не критична. То есть если я, например, куплю фруцелин 1 вместо фруцелина 2 или наоборот, со мной-то в принципе ничего не случится. Но не всегда все так радужно и все просто. Часто бывает так, что, казалось бы, все одно и то же, но работает совершенно по-разному. Приведем в пример аспирин. Мы все знаем про аспирин. Мы часто используем аспирин для понижения температуры, а также в качестве обезболивающего средства. Однако, например, в хирургии аспирин используется чаще как антиагрегант, то есть препарат, который препятствует агрегации или слепанию тромбоцитов. Таким же образом аспирин удается работать на два фронта. Сделаю небольшое отступление. В клетках есть такие ферменты, которые называются циклооксигеназы. Они бывают нескольких типов. ЦОК-1, 2 и 3. И, соответственно, каждая циклооксигеназа в большей степени отвечает за какую-то свою конкретную функцию. ЦОК-1 в большей степени отвечает за агрегацию тромбоцитов. ЦОК-2 за реализацию процесса воспаления. А ЦОК-3 отвечает за повышение температуры во время патологии. Как работает аспирин? Аспирин блокирует эти ферменты не селективно. Что значит не селективно? Это значит, что он блокирует и первый тип, и второй тип, и третий. И таким образом реализует все свои фармакологические эффекты. Стоит отметить, что аспирин имеет большее сродство к циклооксигеназе первого типа. Что это значит? Это значит, что при малых дозах аспирин будет связываться скорее с циклооксигеназа первого типа, нежели второго или третьего. К чему это нас приводит? К тому, что при малых дозах будет реализовываться антиагрегальный эффект аспирина. А вот, например, противовоспалительный эффект при малых дозах реализовываться не будет. Также вспомним о том, что тромбоциты — это безъядерные клетки. Они отличаются от остальных клеток нашего организма. Как минимум тем, что тромбоциты не могут самостоятельно синтезировать сок. Что это значит? Это значит, что если с тромбоцитом связался аспирин и отнял у него какое-то количество циклооксигеназа, тромбоцит не сможет компенсировать эту потерю и больше не будет агрегировать с другими тромбоцитами. Напротив, в обычных клетках, если в них попал аспирин, они способны компенсировать потерю цок, если это была маленькая доза. Поэтому противовоспалительный эффект при малых дозах аспирина не реализуется. Получается так, что не всегда увеличение дозы приводит к усилению фармакологического эффекта. Например, в случае с аспирином, увеличение дозы приводит к изменению основного фармакологического эффекта. И аспирин вместо антиагреганта становится противовоспалительным средством. И в качестве антиагреганта аспирин выпускается во множестве разных форм. Посмотрим на пример. Аспирин 1 в составе ацетилсалициловая кислота, гидроксид магния, а также приведен в состав оболочки. Аспирин 2 в составе ацетилсалициловая кислота, а также приведен в состав кишечно-растворимой оболочки. Вопрос. Зачем аспирин в своем составе гидроксид магния? Дело в том, что у всех НПВС, то есть нестероидных противовоспалительных средств, которым относится аспирин, есть один такой побочный эффект. Это раздражение слизистой оболочки желудка. Ну и в целом всего желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что в желудке у нас кислая среда, за счет того, что там есть соляная кислота. И желудок, чтобы не самоперевариваться, есть специальные клетки желудка, которые выделяют слизь, которая содержит в свою очередь бикарбонат-ион, который в свою очередь нейтрализует соляную кислоту. И дело в том, что аспирин действует таким образом, что уменьшает продукцию слизи этими клетками желудка. И в итоге желудок склонен к самоперевариванию. Мы понимаем, что гидроксид магния – это основание, которое также может нейтрализовать соляную кислоту. И это оправдывает его наличие в составе аспирина. А что же с аспирином номер два? Функцию гидроксид магния в данном случае выполняет кишечная растворимая оболочка. То есть, как мы понимаем из названия, она растворяется только в кишечнике. То есть она растворяется в более щелочной среде, а не растворяется в кислой. И поэтому слизистая оболочка желудка в данном случае будет в безопасности. Потому что аспирин не сможет с ней никак провзаимодействовать. Получается, что при помощи вспомогательных веществ мы можем регулировать высвобождение. То есть, например, мы можем заставить какое-то конкретное лекарственное вещество высвобождаться в конкретном отделе желудочно-кишечного тракта. А также при помощи вспомогательных веществ мы можем пролонгировать действие вещества. Что значит пролонгировать? Это значит, что лекарственное вещество будет очень медленно высвобождаться из таблетки или капсулы, например. И таким образом его действие будет гораздо более долгим. Для чего это может быть нужно? Для того, чтобы пациент просто реже принимал лекарства. Сравните. Что удобнее? Принимать по одной таблетке 4 раза в день? Или принимать одну таблетку с утра и забывать об этом до следующего утра? Пролонгированные лекарственные формы хороши особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для людей, которые вынуждены принимать лекарства на протяжении всей своей жизни. Например, люди, страдающие астмой. Люди, страдающие астмой, делают ангаляции бронхолитиков. Бронхолитики, в свою очередь, это такие препараты, которые расширяют дыхательные пути. И они бывают двух типов. Пролонгированные и непролонгированные. Пролонгированные бронхолитики обеспечивают защиту от приступа астмы. То есть они предупреждают приступ астмы. А вот препараты короткого действия, например, сольбутамол, применяют для купирования приступа астмы. Вопрос. Как же добиться этого чудесного пролонгированного действия? Предположим, речь идет о таблетках. В таблетках чаще всего применяются матрицы. Матрицы – это такие полимерные структуры, в которых распределено лекарственное вещество. В зависимости от природы полимера матрица может либо набухать и медленно растворяться, либо вообще не растворяться и выводиться в неизменном виде. Также матрицы представляют собой такие сетчатые структуры. Поэтому также такие таблетки иногда называют каркасными или скелетными. Обычно я представляю примерно что-то такое, что матрица – это дырявая сфера, а через эти маленькие дырочки медленно-медленно выводится лекарственное вещество. Матрицы бывают очень разные. Бывают гидрофильные, гидрофобные, инертные, а также неорганические. Давайте разберем все по порядку. Гидрофильные матрицы, или их также называют гидроколлоиды. Обычно они содержат в себе агар-агар, пектины, производные целлюлозы, а также полимеры акриловых кислот. Что делают такие матрицы? Такие матрицы имеют способность набухать в воде и превращаться в гель. Гель ввиду своей вязкости очень медленно высвобождает лекарственные вещества. Следующие матрицы – это гидрофобные или липидные. В своем составе они содержат натуральные воски, например, карнаутский воск, или синтетические триглицериды жирных кислот, например, меристиновой кислоты. Следующий тип матриц – это инертные матрицы, состоящие из инертных полимеров, например, полиэтилена, поливинилхлорида и винилхлорида. И последний тип матриц – это неорганические матрицы, состоящие, например, из бария сульфата или аэросила. Аэросил – это на самом деле диоксид кремния коллоидный, то есть это оксид кремния, можно так сказать проще. Матрица своего рода – это такое препятствие для лекарственного вещества. И скорость освобождения вещества из этой матрицы зависит от природы этой матрицы, от концентрации лекарственного вещества, а также от соотношения матрицы и лекарственного вещества. В качестве примера матричных таблеток можно привести таблетки от аллергии, в составе которых есть жировые матрицы. И эти матрицы не растворяются, а медленно диспергируют вместе с лекарственным веществом. Существует также и другой подход использования набухающих полимеров. На картинке представлена структура лекарственной формы, пролонгированной лекарственной формы. В чем заключается суть этого всего? Есть у нас полупроницаемые мембраны, через которые проходит вода. Также под ней есть два слоя. Один из слоев содержит лекарственное вещество, он обозначен как drug core. Второй слой это набухающий полимер, а также есть малюсенькая дырочка для высвобождения лекарственного вещества. Как же оно высвобождается и при каких условиях? При контакте с водой через полупроницаемую мембрану вода проходит к набухающему полимеру. Соответственно, полимер при взаимодействии с этой водой поглощает её, набухает, увеличивается в размере и как бы давит на слой, стоящий выше. И под этим давлением, собственно говоря, и высвобождается лекарственное вещество из своего слоя через эту маленькую дырочку. Такой подход к созданию препарата был использован для лекарства нефидипин. Это такое лекарство от стенокартии и от гипертензии. Ещё один способ пролонгирования действия лекарственного препарата – это микрокапсулирование. Различные действующие вещества можно заключать в микрокапсулы или нано-капсулы в зависимости от их размера. Далее, эти микрокапсулы, подобно порошка, прессуют и получают таблетку. В чём преимущество таких лекарственных форм? Дело в том, что в эти микрокапсулы можно заключать разные действующие вещества. И в зависимости от состава различных оболочек микрокапсулы, они могут высвобождаться с разной скоростью. Также стоит отметить, что при микрокапсулировании в одной лекарственной форме мы можем сочетать различные действующие вещества, несовместимые друг с другом. Как эта несовместимость может проявляться? Она может проявляться за счёт реакции между двумя разными веществами. А микрокапсула – это как бы оболочка между этими веществами, такая стена. И за счёт этих микрокапсул эти вещества взаимодействовать друг с другом не будут. И таким образом они могут быть совмещены в одной лекарственной форме. Также стоит отметить, что микрокапсулы позволяют коррегировать, то есть исправлять вкус различных действующих веществ. Многие лекарства горькие, а микрокапсулы позволяют эту горечь немного сгладить. Были проведены исследования, в частности с препаратом изонеазид. Это такой противотуберкулёзный препарат. Из него пробовали сделать лекарственную форму, содержащую микрокапсулы с изонеазидом. И этот эксперимент был вполне себе успешным. А что, если прелонгировать, нужно раствор? Давайте поговорим немного о сахарном диабете первого типа. Сахарный диабет первого типа – это заболевание, ассоциированное с поражением бета-клеток поджелудочной железы. И в связи с чем она не может вырабатывать инсулин. Это гормон, необходимый нам для усвоения глюкозы. Мы знаем, что пациенты, страдающие диабетом, делают себе инъекции инсулина. Инсулин, в свою очередь, подразделяется на инсулин ультракороткого действия, инсулин короткого действия, инсулин среднего действия и инсулин длительного действия. Зачем это нужно? Дело в том, что существует у человека пищевая секреция инсулина. Это секреция инсулина в норме, которая является ответом на поступление пищи, ну или, скажем так, глюкозы. Глюкозы из вне. И существует базальная секреция инсулина. Это определенный уровень инсулина, который поддерживается постоянно вне зависимости от приемов пищи. И, соответственно, инсулин длительного действия применяют для поддержания этой самой базальной секреции инсулина. Соответственно, его применяют вне зависимости от пищи 1-2 раза в сутки. А инсулин короткого действия, это наиболее распространенный препарат среди оставшихся, его применяют для имитации пищевой секреции инсулина. То есть за какое-то время до еды, обычно за 30-40 минут. Что же делают для того, чтобы пролонгировать препараты инсулина? Один из способов это добавить протамина сульфат. Протамин это такой щелочной белок, который добывают из молок лососевых рыб. Интересно то, что самим рыбам протамин нужен для организации хроматина в ядрах сперматозоидов. То есть интересно то, что можно сказать, протамин это аналог наших гистонов. Что делает протамин? Протамин в нейтральной среде уменьшает растворимость инсулина и таким образом он его связывает. А при контакте с тканями протамин очень медленно отдает тканям инсулин. И таким образом он его очень медленно высвобождает. И таким образом пролонгируется действие инсулина. Мы поговорили о том, что вспомогательные вещества играют важную роль в разработке лекарственного препарата. Однако не только вспомогательные вещества и дозировка играют роль. Также это безусловно технология создания лекарственного препарата. В настоящее время у нас появилось множество разных функций, которых не было раньше. Например, в 1986 году был создан первый 3D принтер. И в 2015 году было напечатано первое 3D лекарство. Этим лекарством оказался противоэпилептический препарат левитироцетам. Чем хороша 3D печать? 3D печать проще. Потому что традиционная разработка, традиционная технология изготовления таблеток предполагает множество трудоемких стадий. 3D печать проще и позволяет сделать большее количество продукции за меньшее время. Давайте обсудим нововведения, которые нам позволило внедрить 3D печать. Во-первых, это таблетки с несколькими компартментами, или мульти-таблетки, как их называют. Компартмент — это такое отделение в таблетке. Таких отделений может быть несколько. И в каждое из этих отделений можно поместить по одному или комбинацию нескольких действующих веществ. Это позволяет в одной таблетке сочетать несовместимые друг с другом вещества, как, впрочем, и при микрокапсулировании, а также регулировать скорость их высвобождения. Это может быть полезно для пациентов, которые страдают, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом, потому что им требуется множественная медикаментозная терапия. Им гораздо проще принять одну таблетку, которая включает в себя всё, что нужно, чем принимать 3 или 5 различных препаратов. Например, была разработана таблетка, содержащая в себе нефидипин — это антиангинальная, то есть против стенокардии, и гипотензивное средство. Глипизид — это гипогликемическое средство, то есть средство, понижающее сахар в крови. И каптаприл — это гипотензивное средство. Причем первые два — это глипизид и нефидипин — были заключены в компартмент с пролонгированным высвобождением. Также была разработана таблетка, содержащая в себе аспирин, гидрохлортиазид — это такое диуретическое средство, рамеприл — это гипотензивное средство, правостатин — это антисклеротическое средство, и атенолол — это антиангинальное, антигипертензивное и антиаритмическое средство. Причем последние три вещества были в компартменте с пролонгированным высвобождением. Также стоит отметить, что 3D-печать позволяет развивать персонализированную медицину, и при помощи 3D-принтера мы можем придавать таблеткам разную форму, что особо применимо в педиатрии. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Продолжение следует...